Жители многих стран Европы и даже, страшно сказать, гастрономического центра мира Франции в последнее время открывают для себя удивительный новый продукт, как пишут в местных журналах, очень полезный, обладающий тонким ореховым вкусом и богатством кулинарных применений. Вы будете смеяться, это все про гречку, о которой и мы знаем далеко не все. Как известно, щи да каша – пища наша. Но знаете, какая именно каша имеется в виду? Да, гречневая. Как утверждал знаменитый советский историк и кулинар Вильям Похлебкин, гречиху в России возделывают аж с X века. Некоторые ее виды родом из Сибири и Салтая, и эта крупа всегда считалась чуть ли не воплощением русского духа. По трем причинам – простота приготовления, залил и вскипятил не мешая, ясность пропорций – одна часть крупы на две части воды и дешевизна – цена вдвое меньше пшеницы. Гречка является действительно одной из, ну, таких, наверное, лучших круп, которые есть в нашем с вами рационе питания. Это связано с тем, что у нее фантастический набор аминокислот. Она дает хорошее насыщение, имеет хороший состав и микроэлементный, и углеводный, и аминокислотный, и так далее. Ну, то есть, в общем, очень достойная культура. Ну, а название «гречневая» происходит по одной из версий от того, что наибольшего мастерства в ее возделывании достигли греческие монахи в своих обителях. Отсюда, возможно, и мистический ореол. Многие до сих пор верят, что гречка помогает против дефицита железа, диабета и даже рака. Попробуем докопаться до правды. А сначала покажем всем, кто не видел, как гречка растет. С ботанической точки зрения это не злак, а трава. С цветов которой пчелы собирают нектар для вкусного гречишного меда, а жесткие створки ее похожих на орешки семян производители подушек используют в качестве наполнителя. Сначала начинает свистеть, вот цветет растение. После этого начинается коробочек формироваться, зелененькая. Потом она как бы темнеет и начинает созревание. Внутри гречка. Уже не гречиха, а гречка получается. После сбора урожая происходит сортировка. После этого мы отправляем на переработку. Гречка – один из рекордсменов по содержанию магния. Важного элемента, который участвует в образовании более 300 ферментов. Занят в электролитном и энергетическом обмене. Регулирует клеточный рост и нужен на всех этапах синтеза белковых молекул. Но прежде всего он выступает в роли антистрессового фактора. Притормаживает процессы возбуждения нервной системы и снижает чувствительность к внешним раздражителям. Более 100 лет назад, в 1921 году, магний стал первым в медицине веществом, официально примененным при лечении депрессии. Если магния в организме недостаточно, это вызывает состояние нервозности, страха, провоцирует бессонницу, усталость, снижение когнитивных функций. Дефицит магния может развиться из-за недостатка круп и бобовых в ежедневном питании, больших физических и умственных нагрузок, продолжительного стресса, чрезмерного употребления алкоголя или кофеина. Если увеличить в рационе количество орехов, зерновых и бобовых, то суточная доза магния будет восполнена, а значит и нервы станут крепче. Но контролировать питание, знаю, получается далеко не у всех. И на этот случай есть решение. Цитрат магния с витамином В6 от Витамил. Цитрат – легко усваиваемая и биодоступная форма магния. Принимайте для профилактики и восполнения дефицита магния в условиях повышенных физических, умственных, стрессовых нагрузок. Витамил выбирает лучшие производства в России для выпуска добавок. Это значит, что можно быть уверенными в контроле качества и всех необходимых лицензиях. А также, благодаря тому, что производство находится в России, витамины стоят вполне доступно и нет проблем с поставками. Продукцию легко заказать на маркетплейсах Wildberries и Ozone. Ищите ссылки в описании под роликом. Кстати, зеленая необжаренная гречка сейчас тоже входит в моду. И в списках суперпродуктов уже вовсю соперничает с другой всемирно известной крупой – южноамериканской киноа. По содержанию белка они с киноа практически равны. По содержанию жиров в гречке жиров в два раза меньше. Кроме того, в отличие от киноа, гречка содержит еще и йод. А йод очень важен нам, потому что мы живем в регионе, где нам не хватает йода, потому что здесь нет морского воздуха и мало морепродуктов. Все сказанное относится к любым видам этой крупы. Хотя адепты зеленой гречки уверены – в необжаренном состоянии пользы особенно много. Вкус, надо признать, довольно странный. Нет привычного аромата, но интересные блюда из зеленой гречки существуют. Шеф-повар Анастасия Крукерик предлагает свой вариант под названием «каша чемпионов». В составе у нас будет гречка пророщенная, будет яблоко, будут бананы и молотый лен. Рецепт довольно прост. Все ингредиенты достаточно смешать в блендере. Фрукты можно использовать любые в зависимости от сезона. Другой интересный рецепт с зеленой гречкой от Анастасии – вариация на тему традиционной гречневой каши с грибами. Мы будем готовить зеленую гречку с вешенками, со шпинатом, в сливочном соусе и с хрустящим жареным луком. Крупу отвариваем привычным способом – под крышкой на маленьком огне. Вешенки разрезаем пополам. Мелко шинкуем шпинат. На раскаленную сковородку наливаем оливковое масло, добавляем дольки чеснока и веточки тимьяна. В ароматную смесь выкладываем грибы и обжариваем их не больше 10 минут. Убираем чеснок, чтобы он не оставил лишнюю горечь. Добавляем шпинат, сливки и оставляем тушиться еще 5 минут. Готовым соусом поливаем нашу кашу и украшаем жареным луком. Это очень вкусно! А еще Анастасия знает невероятно простой и аппетитный рецепт десерта из гречки. Это грильяш. Как он готовится? Можно посмотреть в разделе «Рецепты» на нашем сайте еда.шоу. Мы едим живую еду, получается. То есть это прекрасно. А что же привычная обжаренная крупа? Неужели эта еда мертвая? Попробуем выяснить. По нашей просьбе в лаборатории проанализируют три вида гречки. Обжаренную, зеленую и быстрого приготовления. Нас интересует содержание белка и железа в каждом из образцов. Правда ли, что они хорошо сохраняются только в необжаренной крупе? А еще проверим качество гречки трех популярных марок. Увелка, каждый день и ярмарка. Хорошо ли их чистят и нет ли там опасных микотоксинов, которые могут появиться в любом плохо просушенном зерне из-за размножения грибков? Эти вещества канцерогенны, а их высокая доза может привести даже к летальному исходу, что в советское время случалось не раз. Они просто еле заплесняли зерно, и от этого гибели. Вымирали целые деревни. Септическая ангина. Количество лейкоцитов в крови падало с 6-8 тысяч до 300. Развивался септиз, и люди умирали. Руководство страны, главнокомандующий Сталин думал, что это может быть диверсия. Собрал самые мощные силы и направил их изучать, что это такое. Пока специалисты изучают наши образцы, отправляемся на производство. Один из крупнейших заводов находится в столице Карелии – Петрозаводске. Подготовка, обжарка в огромных печах и очистка зерна – настоящее чудо техники. Первый этап. Очищается сырье от минеральной примеси, в которую входят камни, земляные комочки, песок, калька и тому подобное. Второй этап – это сырье очищается от примесей растительного происхождения. Это стучки, остатки листьев, стебли и тому подобное. После того, как гречка пройдет через механические сито, она поступает в фотоэлектронный сепаратор. Лазер сканирует каждое из сотен тысяч зерен, а сжатый воздух выбивает те, что не подходят. Зерно со сколами. Что значит со сколами? То есть сама гречка, да, в ней находится скол. И если вот возьмете, да, высыпите это, дальше из-за скола она немного белеет. То есть мы это устраняем. Слишком пережаренная греча, мы ее также, у нас выходит некондиционно. Крупа приобретает привычный нам вид, вкус и аромат в ходе многоступенчатой обработки. Можно считать, что она наполовину приготовлена за нас, даже если это не специальная быстрая гречка в пакетиках. И обычную достаточно варить всего 20 минут или даже просто залить кипятком на ночь, потому что всю основную работу уже сделали на заводе. Гречу изначально обжаривают при 170-200 градусах, далее увлажняют при 90-100 градусах, потом пропаривают, подвергают далее термостату, то есть выдерживают в термостате и, собственно, далее охлаждают. А гречку быстрого приготовления потом пропаривают и сушат как минимум еще раз. Неудивительно, что зерно после всех этих приключений надо хорошо высушить и проконтролировать влажность. Если воды слишком много, может вырасти плесень, в том числе и невидимая глазом, что еще опаснее. Влажность в крупе может измениться в любой момент, как и на стадии транспортировки и хранения на производстве, так и в процессе хранения в домашних условиях. При неправильном хранении в влажных условиях, при хранении в открытой таре, то может также влажность увеличиться и привести к ранней порче продукта. А еще в гречке, как и в муке, иногда встречаются металлические включения. В лаборатории оценки качества зерна даже хранят в качестве памятника разгильдяйству вот такой совсем уж вопиющий образец гречки. Ясно, что металлическая стружка в еде здоровья не добавит, поэтому проверим все те же образцы еще и на это. Появиться в крупе металломагнитная примесь может в процессе уборки продукта, либо в процессе технологической обработки. То есть что-то металлическое, например, попадает в массу и перемалывается, попадает уже в готовый продукт. Ждем результатов анализа. А пока проверим популярные представления о пользе, которую приносит гречка. Например, многие считают, что эта крупа способна стать настоящим лекарством для страдающих недостатком железа. Если у человека есть железодефицитная анемия, то есть есть недостаточность железа, то действительно гречка один из продуктов, который рекомендован для регулярного использования. Увы, только с помощью каши болезнь не вылечить. Нужны и другие железосодержащие продукты. В любом случае должно подключаться мясо, причем в основном там красное мясо и печень и так далее. Еще одно распространенное верование – то, что гречка способна помогать диабетикам, поскольку не только не повышает, а даже снижает уровень сахара в крови. Содержащееся в крупе вещество под названием хироинозитол действительно обладает гипогликемическим эффектом. Но изучен он только на животных, и в любом случае концентрация его в гречке слишком мала, чтобы кашей можно было заменить лекарство. Да, диабетикам рекомендуют есть гречку. В ней много клетчатки, и у нее низкий гликемический индекс. Но не стоит это делать вместо назначенных врачом препаратов. Речь о том, что гречка – тот продукт, который чем-то лучше, чем рис или макаронные изделия, или картофель, он остается мифом. Гречка может использоваться наряду с другими гарнирами, но не вместо их. А еще в интернете можно найти массу рассказов об антираковом действии гречки. Есть даже люди, которые целые книги написали о том, как эта крупа якобы ставит на ноги самых безнадежных больных. Объясняют это действием вещества под названием кверцетин, которое относится к группе флавоноидов, действительно содержится в гречке и действительно останавливает размножение опухолевых клеток. Но может ли гречка быть антираковым лекарством? Да, если вы будете включать в рацион гречку и целый ряд других препаратов, безусловно, вы станете здоровее, но у вас не пройдет от этого рак. В гречке содержится целый ряд очень полезных и активных веществ, которые в целом улучшают состояние работы организма, но содержатся они в таком минимальном количестве раз. И их биодоступность настолько низкая, что чтобы оказать какое-то позитивное влияние на организм, у должно сесть огромное количество гречки. Это уже невозможно. Нет, вы не подумайте, мы нисколько не хотим принизить величие главной отечественной крупы. Просто любим правду. А заключается она в том, что гречка не чудодейственный, а просто очень хороший, здоровый продукт. Это богатый источник витаминов группы В, микро- и макроэлементов. Рутин в ее составе укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение. А клетчатки тут столько, что гречка отлично подходит для разгрузочных дней и даже кратковременной диеты. Ну а этот вкус... Многие россияне, переезжая за границу, начинают страдать без него, даже если не особо любили гречку на родине. Вот Валентина с семьей уже 8 лет живет в Таиланде, на острове Пхукет. Но и в раю ей чего-то не достает. Когда нас спрашивают, чего вам не хватает, или по какому поводу вы скучаете, или почему, это еда. То есть родственники само собой разумеющиеся, а второе это еда. Ее вот действительно не хватает. И в первых строчках гречка. Ее, к счастью, можно купить. На Пхукете много русских и есть даже магазинчик национальных продуктов. Не ежево, конечно, примерно 250 рублей за кило. Здесь она продается за 129 бат, упаковочка у нее 900 грамм. Конечно, может быть, это покажется намного дороже, чем у нас дома, но у нас дома она растет, ее там выращивают, ее не нужно везти, потому что гречка делает очень большой путь сюда. Я сталкивался с этим не раз. Хочешь порадовать русского эмигранта? Привези ему черного хлеба, а лучше гречки. Именно такой подарок мы и приготовили Валентине. Это что? Спасибо огромное. Ну и неудивительно, что многие иностранцы включают гречку в список гастрономических достопримечательностей России. Впрочем, простая гречневая каша может наскучить, поэтому сегодня в нашей программе старинный русский рецепт. Воспетая гоголем в мертвых душах, няня. Согласно первоисточнику, блюдо из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. Вообще Николай Васильевич был, видимо, человеком в жизни тонко чувствующим. И еду описывал проникновенно, с тактом, а главное, с пониманием, любовью к родной кухне. Воссоздать литературный обед мы попросили кулинарного историка и шеф-повара Антона Прокофьева, который, как он сам шутит, даже внешне похож на Собакевича, угощавшего няней в книге. Няня – это действительно очень наше русское блюдо, которое было по душе и пользовалось искренней любовью как старо, так и младо, так и дворянство, так и купечество, и крестьянство, и мещанство. То есть это блюдо, которое объединяло все слои общества. На дегустацию приглашен Чичиков 21 века, исполнитель главной роли в современной постановке Гоголя, российско-американский актер Один Байрон. Вам нужно мертвых душ? Да? Не существующих. Найдутся. Няня – блюдо не самое простое. И готовится оно несколько часов. Бараний желудок фаршируют гречкой, обжаренным луком и суп-продуктами. Оболочку зашивают и отправляют томиться в духовку на несколько часов. По одному из классических рецептов в середину няни кладись бараньи мозги. То есть можно сделать и так. Внешний вид блюда вызвал у нашего гостя удивление и недоумение. Няня? Просто не понимаю, откуда это. Вот желудок няни, что ли? Ну а как на вкус? Ну, конечно, для ежедневного вкуса это будет странно, но мне кажется, очень вкусно. Это самый вкусный час. Там где коричневый, коричневый, кармелевый. Между прочим, любят гречку и в Китае. Там выращивают другой, так называемый, татарский вид. И даже готовят из него чай. Гречневый чай называется ку-цяо-ча, что значит черный жемчуг. Вот ведь китайцы, поэты. Несколько минут в кипятке и готово. Можно пробовать. Очень интересный вкус. Такой легкий гречневый отвар. Заваривать можно несколько раз, а зернышки потом еще и съесть. Тоже гречка. Но это экзотика. А нас интересует, какой из видов гречки, продающихся в России, полезнее. И что с качеством? Напомню, мы сдали на исследование крупу трех популярных марок. Каждый день у Велка и Ярмарка. Нашлись ли в них опасные микотоксины и металломагнитные примеси? Содержание металломагнитной примеси в крупе в гречневой – это достаточно редкий случай. В тех образцах, которые вы нам передали, металломагнитной примеси найдено не было. Три образца гречневой крупы мы также исследовали на содержание микотоксина. Во всех трех образцах превышения норм по микотоксинам не было. Ну а есть и существенная разница между обжаренной, зеленой и гречкой быстрого приготовления. Поклонники зеленой считают ее единственно полезной. В трех образцах гречневой крупы мы определяли содержание белка и железа. Во всех трех образцах содержание белка и железа практически не отличается друг от друга. Так что переплачивать за зеленую крупу из-за якобы большей пользы не стоит. Она в любом виде настоящий русский суперпродукт. Так что выбирайте на свой вкус и цвет. Кулинарных решений из зеленой и коричневой крупой великое множество. В любом варианте можно получить большой запас полезных веществ. Гречка – это точно. Еда живая, а не мертвая.